Заметки Электрика ЗПО Ими успешно торгуют Компании КВТ ЕЭК ТРЕМ А также их коллеги Из Поднебесной Ну в общем вот так вот они выглядят Но дело в том что На просторах интернета О подобных ответвителях Практически не встречается никаких Отзывов и тем более испытаний До этого момента я Дела с ними не имел Да и сейчас по правде говоря Они мне не особо то И интересны Но все же я решил с ними немного Поэкспериментировать Вдруг кому пригодится Данная информация В общем сначала Я покажу как Ими пользоваться А далее прогружу Ответвитель номинальным током С размерением температуры Его нагрева Итак поехали Начну с того что данный вид Соединений Или ответвлений Проводов Вполне законно разрешен Поэ Пунктом 2.1.21 Как видите Наш ответвитель Как раз таки Входит в подкатегорию И тому подобное Также при использовании Ответвителей Нет необходимости В применении Распределительных коробок Что четко подтверждается Уже другим пунктом Поэ 2.1.26 Здесь все понятно Если сделали Ответвление Или присоединение Проводов С помощью Пластиковых Вот таких вот Ответвителей То место соединения В коробку Прятать не обязательно Хотя в любом случае Выглядеть это будет Не совсем эстетично Но зато Как вариант Использовать их можно Например При подключении Светильников За натяжным потолком Всего существует Три типа Ответвителей ОВ Различающихся Соответствующими Цветами ОВ1 Это красный цвет Сечением От 0.5 До 1.5 Квадратных Миллиметров ОВ2 Синий цвет От 1.5 До 2.5 Квадратных Миллиметров И ОВ3 Желтого цвета 4-6 Квадратных Миллиметров Ну как видите Уже в качестве Примера Я взял Ответвитель ОВ2 Синего цвета Согласно Его характеристик И можно Соединять Провода Сечением От 1.5 Квадратных Миллиметров До 2.5 Квадратных Миллиметров Длительно Допустимый Ток Данного Ответвителя Составляет 15 А А рабочее Напряжение 400 В Кстати Длительно Допустимый Ток Ответвителя Почему-то Выбран По Наименьшему Сечению Подключаемой Жилы То есть По Сечению 1.5 Квадрата Например Если мы Будем Делать Ответвление Проводом 2.5 Квадратных Миллиметров От Магистральной Линии Сечением 2.5 Квадратных Миллиметров То В любом Случае Мы Будем Иметь Меньшую Пропускную Способность Так Как Длительно Допустимый Ток Определен Меньшим Сечением Как-то Это Не Совсем Правильно В Таком Случае Придется Ограничивать Нагрузку На Данном Присоединении Например Путем Установки Автомата Меньшего Номинала Так Что Имейте Это В Виду Ответвители Предназначены Для Ответвлений Причем Как От Однопроволочных Так И Многопроволочных Медных Жил Контактная Часть Ответвителя Выполнена Из Луженой Латуни При Соединении Проводов С помощью Ответвителя Особых Сложностей Нет Сейчас Вы сами В этом Убедитесь Берем Магистральный Провод В данном Случае Полтора Квадратных Миллиметров От которого Хотим Сделать Ответвление Вставляем Его В проходной Паз То есть Вот этот Крайний Проходной Паз Он Без Заглушки Не имеет Заглушки Вот Вставляем Его В проходной Паз Таким Образом Причем Снимать Изоляцию С магистрального Проводника Не требуется Затем Вставляем Проводник Который Будет Являться Ответвлением От Магистрального Он Вставляется В соседний Паз Вот Второй Соседний Паз С заглушкой Который Прямо До Упора Вот Все То есть Дальше Уже Некуда И здесь Тоже Ничего Зачищать Не нужно И нам Осталось Защелкнуть Крышку Вот эту Вот Которая В свою очередь Надавит На Контактную Часть Ну Контактную Пластину Ответвителя Но сделать Это Без помощи Пассатижей Не так То и просто Поэтому Сначала С помощью Пассатижей Надавим На Данную Контактную Пластину Прямо Чтобы Утопим Ее Заподлицо С Корпусом А уже Потом Защелкнем Крышку Беру Пассатижи И Надавливаю До Упора Вот Таким Вот Таким образом Вот Ну Теперь Закрываем Защелкиваем Вернее Крышку И Ответвление Наше Готово То есть Вот Это у нас Магистральный Проводник А это Наше Ответвление При Надавливании Пластины Контактной Пластины Произойдет Так называемый Прокол Изоляции Как Магистрального Так и Ответвительного Проводника И соответственно Их соединение Между собой Если Схематично То Технология Монтажа Ответвителя Будет Выглядеть Следующим Образом Корпус Ответвителя Заодно Обеспечивает Изоляцию А также Механическую Защиту Выполненного Соединения Ну или Ответвления Кстати Корпус Ответвителя Выполнен Из Полипропилена Термостойкость Которого Составляет Порядка 75 Там Даже В некоторых Источниках Порядка 100 градусов Указано Я проверил Насколько Вдавливается Контактная Пластина Если У провода Полтора Квадратных Миллиметров Я Ничего Критичного Не вижу Да Проколота Изоляция И Имеется Некоторые Некоторые Вот Следы От Контакта Вот Этой Контактной Пластины А вот У провода Два с половиной Квадратного Миллиметра Я вижу Поврежденные Вот Перебитые Проводнички Вот Видите Что Не есть Хорошо Вот Поэтому Я и Решил Прогрузить Данное Соединение Номинальным Током Который Составляет Напомню Вам 15 Ампер И В процессе Прохождения Тока Измерить Температуру Нагрева Место Соединения Проводов Если Контакт Будет Слабый То Место Соединения Будет Безусловно Нагреваться А Про Последствия Плохого Контакта Я уже Не так Давно Вам Рассказывал В своем Видео Про Плохой Контакт В розетке Можете Посмотреть Ну Я решил Все-таки Продавить Прогрузить Соединение Проводов Именно 2,5 Квадратных Миллиметра Вот Взял Провод 2,5 Квадратных Миллиметров Надел В проходной Паз Наш Ответвитель Вот Второй Кусок Провода Вставляем В упор И Посетежами Нажимаем На Контактную Пластину Скажу Я вам Нужно Приложить Тут Немало Усилий Вот То есть Заподлицо Практически Ну и Все Защелкиваем Наш Корпус И Готово Так Это Получается С этой Стороны У нас Магистраль С этой Это У нас Ответвление Поэтому Что мы Сделаем Зачистим Здесь Так И Зачистим У Ответвителя Ну Теперь Сюда Вот На Эти Вывода Подключу Источник Тока Так Ну Все Навел 15 Ампер И Засекаю Время Ну Прошло Практически 2-3 Минуты Как Видите Сам Провод Нагрелся До Температуры Максимальная Температура Составляет 36 Градусов А Непосредственно Место Контакта Достаточно Холодное По отношению Проводнику То есть Где-то Около Вот 28 29 Градусов Прошло Больше Чем Полчаса В принципе Картина Не Изменилась Температура Ответвителя Составляет Порядка Вот Где Стоит Курсор Порядка 31 32 Градусов Температура Самих Проводов Составляет Порядка 30 Ну Максимальная Температура Их Составляет 39 Градусов Хотел Подождать Час Но По ходу Эксперимента Понял Что Нет В этом Необходимости Как видите Температура Больше Не растет Что Говорит О Более Менее Стабильном Контакте Ну Коль Попали Ко мне В руки Данные Ответвители То Решил Прогрузить Их Гораздо Большими Токами Вдруг Кто-нибудь По ошибке Нагрузит Их Выше Номинального Тока Выше 15 Ампер Ну Хоть Будете Знать Какие Последствия Могут Быть Какую Температуру Нагрева Ждать И тому Подобное Возьму Реальную Ситуацию И Наведу Ток Порядка 25 Ампер Прошло Буквально Минут Не знаю 5-7 Примерно Как видите Температура Место Соединения Увеличилась То есть Сам Этот Корпус Нагрелся До Практически До 46 48 Даже Местами 49 Градусов Есть Сами Провода Умеют Температуру Еще Больше 56 57 До 60 Градусов До Смотрите Что Происходит Навел Ток Порядка 36 Ампер Само Место Соединения Проводов Нагрелось До 55 Местами До 57 Градусов Провода Нагрелись До 70 Градусов Вот Видите Какие Это Нагрузка 35 36 Ампер И кто Утверждает Что На линию Сечением 2.5 Квадратных Миллиметров Можно Устанавливать Автомат 25 Ампер Если Учесть Его Условный Ток Расцепления Который Составляет 1.45 От Номинального Тока То есть 36 Ампер Около 36 Ампер То При Таком Токе Провода Нагреваются Уже Практически До 60 70 Градусов В общем Это Был Такой Небольшой Анонс Для Следующего Видео Про Температуру Нагрева Проводов При Определенных Токах Нагрузки Давайте Его Попробуем Вскрыть Утром Субтитры Ничего критичного я не вижу здесь, в этот раз даже не были повреждены жилки провода. В заключении выскажу свое мнение. Безусловно, в применении ответвителей ОВ и им подобных используется технология быстрого монтажа. Нет необходимости снимать изоляцию с жилпроводов. Нет необходимости наличия специального и дорогостоящего инструмента типа сварочника или дорогих пресс-клещей. Нет необходимости изолировать место соединения ответвления, то есть сам корпус является изолятором. В общем, ответвители ОВ вполне годны к эксплуатации в слаботочечных сетях. Например, их можно применить в цепях освещения при подключении светильников, либо каких-то временных схемах подключения. Использовать их в стационарной электропроводке, в силовых, там, розеточных цепях и линиях, я бы не рискнул, да и вам не советую. Если вдруг решите применять ответвители ОВ, то прошу обратить вас внимание на диапазоны разрешенных сечений того или иного ответвителя. Как я уже говорил в начале, рассмотренный в данном видео ответвитель ОВ-2 имеет диапазон сечений от 1,5 до 2,5 квадратных миллиметров. Если этим условием пренебречь и использовать проводник сечением, например, 4 квадратных миллиметра, то контактной пластиной можно сильно передавить жилу. Либо же наоборот, использовав провод меньшего сечения, контакт не дожмется, а последствия плохого контакта вам уже известны из моего видео про плохой контакт в розетке. Таким же способом можно делать ответвление и одножильным проводом ПВ-1. Ну, это сечение у меня 2,5 квадратных миллиметров. А как вы относитесь к подобному роду ответвителям? Используете ли вы их в своей практике? Расскажите свое мнение о них в комментариях под видео. Ну, а на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Всем спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok